Жительницы Кировского района Олевтини Черниковой часто приходится пользоваться общественным транспортом. Ожидание автобуса на остановке универсам орбита оборачивается мукой. Причина тому нетрезвые люди, которые собираются у остановки, рассказывает Олевтина Ивановна. Во избежание неприятных инцидентов приходится ходить на другую остановку. Жители уверены, все дело в ларьке, который находится рядом. Тот товар, который выставлен на витрине киоска, не соответствует тому, что на самом деле реализует предприниматель. Поэтому новость о том, что этот ларек будет демонтирован, встретили с воодушевлением. Этому событию мы очень рады. Счастье безмерное просто. Я считаю, что мы сейчас, наверное, увидим здесь и цветы на газонах, и нормальные улюбающие люди, которые будут стоять на остановке. У предпринимателя не было лицензии на реализацию алкогольной продукции. Департамент управления имуществом принял решение расторгнуть с предпринимателем договор аренды земельного участка под этим киоском. Обязал освободить землю и вернуть ее городу. Бездействие предпринимателя привело стороны сделки в суд. На сегодняшний день есть вступившие в законную силу решение суда об освобождении земельного участка под киоском. Сегодня здесь собрались представители Департамента управления имуществом, глава Кировского внутригородского района, сотрудники полиции, сам предприниматель и жители близлежащих домов. Вся продукция опечатана, а сам киоск отправился на хранение на спецстоянку. По словам главы Кировского внутригородского района Игоря Рудакова, все выявленные несанкционированные торговые объекты в районе ликвидируются. И работа по выявлению новых таких объектов будет продолжена. В Кировском районе на сегодняшний день достаточно большая работа провела по расторжению договоров и демонтажу незаконно установленных объектов, которые осуществляют торговые деятельности. Мы зачистили полностью бульвар металлургов, улицу Победы. То есть там убрана практически вся торговля незаконная, включая лоточную. Работа по выявлению и ликвидации несанкционированных торговых объектов проводится в каждом районе Самары. Все незаконные торговые объекты возникают стихийно, самовольно, без какой-либо разрешительной документации. Вывозом занимаются районы, есть свой график, и этот график они придерживаются. В администрации города напоминают, что объекты потребительского рынка, не имеющие право устанавливающих документов на земельные участки, являются несанкционированными и должны быть вывезены. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.